Если вы думаете, что на Руси жилось не сладко только старым девам, которые по разным причинам не успели выйти замуж до 20 лет и попали в категорию людей второго сорта, то вы ошибаетесь. Мужчины, которые не обзавелись семьей до 30 лет, тоже становились изгоями общества и автоматически попадали в категорию неуважаемых на селе людей. Таких холостяков называли по-разному. Морковники, абабки, бобыли и так далее. Но связывало их одно. На Руси к ним относились с презрением. Не верите? Давайте попробуем разобраться. Но перед тем, как продолжить, дорогие зрители, хотим порекомендовать вам YouTube-канал наших друзей Лекторий Достоевский. Уникальная бесплатная современная медиатека, где в простом и интересном формате вы сможете узнать об истории, литературе и искусстве. В Лектории собраны только самые достоверные, интересные и неординарные факты и описание событий. Сколько фаворитов было у Екатерины Второй? Правда ли, что Ленин недолюбливал Сталина? Какая татуировка была у Николая Второго? Узнать ответы на эти вопросы можно на канале Лекторий Достоевский. Форматы на любой вкус. Курсы, лекции, короткие видео с фактами и, конечно же, рубрика «22 минуты». Лекторий Достоевский рассказывает просто о сложном и важном. Новые видео выходят часто, а в комментариях разворачиваются целые баталии. Переходите, пожалуйста, на канал по ссылке в описании видео и подписывайтесь. Судьба незамужней женщины после 20 лет была незавидной. Им запрещали участвовать в танцах и праздниках, красиво одеваться, готовить еду на свадьбах, помогать роженицам и даже коровам при отеле. Такие женщины даже не могли жить в своем доме и должны были коротать свои безрадостные дни вековухи в доме родителей или родственников. Есть мнение, что именно генетическая память о тех непростых временах заставляет современных русских женщин выходить замуж за кого-нибудь, лишь бы не вышел тот самый срок. Но не стоит думать, что такая дискриминация касалась только женщин. Для мужчин не было столь строгого возрастного ценза, но если парень не женился до 25, максимум 30 лет, в его жизни начинались проблемы. После 30 лет мужчины в русском обществе уже считались старыми, и шансы найти достойную партию оставались только у знатных и богатых мужчин. А обычный крестьянин или горожанин, не успевший устроить свою личную жизнь до 25-30 лет, мог выбирать только из таких же, как и он, неудачниц вековух или из барышень, потерявших целомудрие вне брака. Сегодня многие не видят никаких проблем в холостой жизни, и достаточно много мужчин сознательно выбирают для себя этот путь. Но на Руси все было иначе. Ведь создание семьи считалось ничем иным, как признаком психологической зрелости. Мужчина, не имевший супруги и детей, был для всех подозрителен и очень часто не считался полноценным членом общества. Его точку зрения не учитывали ни на семейном совете, ни на деревенском сходе, ни на городском собрании. Можно сказать, что даже обладая седой бородой, такой человек оставался для окружающих мальчишкой, над которым можно насмехаться и даже открыто издеваться, не опасаясь осуждения общества. Морковники и абабки В русских деревнях холостых мужчин условно делили на две категории – морковники и абабки. Хуже всего относились к морковникам, получившим свое прозвище в честь пирога с морковной начинкой. В эту категорию входили мужчины по каким-либо причинам, никогда не состоявшие в браке. Основной причиной холостой жизни такого человека все считали мужскую слабость, и это был постоянный повод для подколов и насмешек. Немного легче жилось абабкам – мужчинам, которые состояли ранее в браке, но остались по какой-то причине без жены и больше не смогли устроить свою семейную жизнь. В эту категорию входили вдовцы, потерявшие жену в зрелом возрасте, и те, от кого благоверная просто сбежала. А бабкам в народе называли перезрелый подберезовик, который хоть и был съедобным, по своим вкусовым качествам в пищу годился мало. Так и пожилой вдовец был никому особо не нужен, кроме таких же безысходных, как он, старых дев и девиц с хромающей репутацией. Подовинники В словарях старинных слов и понятий встречается еще одно слово, обозначающее неженатого мужчину – подовинник. Так называли еще длинное и сухое, но тонкое полено, которое горело хорошо, но почти не давало жара. Считалось, что с холостяка за 30 нет толку ни в хозяйстве, ни в постели, как с того самого худого полена, ни мужика – одна видимость. Все это печально и неправильно, но предвзятое отношение к неженатым мужчинам после 25 лет давало некоторый шанс девкам вековухам, в объятиях которых они могли найти утешение. Так что эти две категории неплохо уравновешивали друг друга, что можно считать положительным моментом. Бобыли Сегодня, когда мы говорим «живет бобылем», то имеем в виду одинокого мужчину, который не стремится заводить серьезных отношений с женщинами и тем более вступать в брак. Но само значение слова «бобыль» мало кому знакомо и часто его трактуют неправильно. Давайте разберемся, кого называли на Руси бобылями и почему участь этих мужчин была незавидной. Достаточно долго, начиная с 16-го и заканчивая 18-м столетием, бобылями в России называли людей, входящих в конкретную социальную группу. Это были не имеющие семьи крестьяне без собственного земельного надела. Другое их название «нетяглые» связано с тем, что они были освобождены от налога на землю. Многие ученые считают, что само слово «бобыль» происходит от шведского «буабель» – наемный рабочий. Есть созвучные слова также в румынском и латышском языках. Там они означают «батрак» и «бездельник». Впервые бобыли упоминаются в документах 16-го века. Так называли крестьян, подписавших бобыльскую оброчную запись. Это был своеобразный договор, лишающий человека многих прав и свобод, но предлагающий взамен гарантированное получение пищи и минимума необходимой одежды. Таким образом, бобыль был очень бедным человеком, который практически находился на положении раба. Трудился за еду и кров над головой, хотя мог и не быть крепостным. Сначала бобыли были только в сельской местности, но затем они появились и в городах. Там они выполняли грязную работу, не требующую высокой квалификации. Например, рыли ямы и траншеи и переносили тяжести. Иногда им доверяли мелкую торговлю, а в отдельных случаях бобыль мог стать даже ремесленником. Часто бобыли жили при монастырях, занимаясь обработкой земли и строительством. Иногда им разрешалось использовать церковные земли в своих целях, но за это взымался особый налог – бобыльщина. Разбогатеть на таких условиях человек не мог и работал только на то, чтобы как-то себя прокормить. Начиная с первого упоминания бобылей в документах начала 16-го столетия, везде о них писали и говорили с презрением. На этих мужчинах всегда стояло клеймо гуляки, горького пьяницы и бездельника, даже если бобыль вел размеренную крестьянскую жизнь без излишеств. Вероятнее всего, стереотип сформировался благодаря тому, что бобыли имели налоговые поблажки, что вызывало у многих зависть и неприязнь к льготникам. До 1679 года бобыли должны были отрабатывать только половину тягла, то есть совокупности повинностей и выплат. В 17-м столетии бобылей и бобылок, одиноких вдов, которые имели свой дом и хозяйство, лишили привилегий и заставили платить налоги наравне с обычными крестьянами. Благодаря этому уже к 1718 году бобылей перестали воспринимать как особую категорию, и они полностью влились в крестьянское сословие. Особый, немного романтический образ бобыля, человека без семьи и с минимумом обязательств перед обществом, привлекал внимание поэтов, писателей и художников. Наиболее известным изображением мужчины бобыля можно считать картину великого русского художника Перова «Гитарист Бобыль». На ней изображен бедно одетый немолодой мужчина с гитарой, скорее всего нетрезвый. Рядом с ним на столе стоит бутылка вина и наполовину пустой стакан. Картина пропитана безысходностью, а ее герой вызывает противоречивые чувства, смесь жалости и отвращения. Также хорошо описал жизнь бобыля Сергей Есенин в своем рассказе «Бобыль и дружок». В заключении можно сказать, что патриархальный строй с его культом мужской силы и семьи бил не только по женскому населению Руси, вынуждая выходить замуж еще подростками и терпеть побои и непосильный труд. Также тяжело патриархат давил и на мужчин, которые по каким-то причинам не смогли найти себе пару и оправдать ожидания окружающих. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч!